Он был командиром штурмового отряда Оркестр Вагнера. Новый СУ отправили его играть в труппу Кобзона. Алексей Нагин, позывной Терек, воевал во всех военных операциях Путина. Мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Он прошел Чечню, Грузию, Сирию, Ливию. И только Украина оказалась ему не по зубам. Это далеко не первый вагнеровец, который потерял жизнь в Украине. Но именно в его честь сделали трейлер к фильму «Лучшие в аду». Алексей Нагин героически погиб 20 сентября 2022 года при защите интересов России. И только с ним лично приехал проститься Евгений Пригожин. Пригожин – российский олигарх. Официально он занимался организацией питания для высших лиц России. Из-за чего получил прозвище «повар Путина». Давайте начнем с Вагнера и с поваров. Неофициально Пригожин 8 лет руководит частной военной компанией «Вагнер», о чем сознался только вчера. Повар Путина Пригожин перестал отрицать причастность к ЧВК «Вагнера». Пригожин – это финансовый мешок. Это, будем так говорить, правая рука Путина по выполнению каких-то грязных дел, выполнению каких-то задач, опять же, особых задач. Он – не публичное лицо. В открытом доступе есть только фото. Из видео есть только два. Первое – из Ливии, где воюют вагнеровцы. А второе – из российской тюрьмы. Вариантов вернуться на зону нет никаких. Это кадры двухнедельной давности, на которых Пригожин лично агитирует уголовников вступать в ряды ЧВК «Вагнер». Есть РСЗО, есть танки, есть все, что необходимо для того, чтобы эффективно наступать. И это доказательство того, что группа «Вагнер» – это совсем не элитный отряд наемников, как убеждают российские СМИ, а сброд обычных солдат и зэков. Первые заключенные, которые воевали со мной, это было 1 июня. Штурм угледарской ТЭЦ, 40 человек из Питера. Строгий режим. Рецидив. Группировка «Вагнер» даже в России является незаконным формированием. Любая частная военная кампания – это, если говорить в рамках правового поля, это просто банда наемников. Но, несмотря на это, Путин держит ее для своих особых военных целей. Если, повторяю еще раз, они не нарушают российского закона, они вправе работать, продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты. Основателем группировки «Вагнер» является Дмитрий Уткин с одноименным позывным. Он офицер спецназа, из которого сделали в России культового военачальника. Есть у него определенные задатки, и, естественно, профессионала как штурмовика, и, естественно, есть задатки – это минимум организатора. Но это, скорее, раздутая медиафигура для битвы на информационном поле. Он просто на слуху, так как, скорее всего, он был выбран как медийная персона. Для того, чтобы не светить остальных, таких как Уткин, есть еще несколько человек, а то и десятков человек. Соответственно, в ряды вагнеровцев попадают обычные военные, в основном на пенсии. То, что они, элита, они там лучшие, это все больше мединая составляющая. Раздутая элита, как и другие обычные оккупанты, убегают с поля боя. Вот это вражеский трофей, я за всю войну впервые это вижу. Это ЧВКшники с ними шли, вот такими снарядами он работает. Вот с такими вещами они шли штурмовать наши позиции. Они совсем обычно гибнут на войне. Те, кто дают заднюю, не понимают, что им делать, понятно, что они попадают в замес. И также обычно попадают в плен. Ничего особенного. Здесь в Украине сколько тебе платят? 2% подойдет. Какой оклад у тебя? Деньги приведи. 56 тысяч рублей, это в месяц твой оклад, как командир отделения. За 7 месяцев войны ВСУ уничтожила целую дивизию псевдоэлитной группировки «Вагнер». Но она настолько никчемная, что только изредка отдельно попадает в военные сводки. В основном, чтобы посмеяться. Выполнять они могут только штурмовые функции. В основном штурмовые функции. Например, в прошлом месяце ВСУ уничтожили целую базу вагнеровцев в городе Попасное. Погибло приблизительно 50 наемников. Вот здесь они встали. Наши украинцы. Но соль ситуации в том, что эту позицию сдал лично российский военкор. Приехал на Попасную, заехал в штаб ЧВК «Вагнер». Встретили как родного. После полного фиаско на украинском фронте финансирование группировки «Вагнер» может скоро закончиться. Тем более после введения частичной мобилизации. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Ведь зачем тратить деньги на бестолковых наемников, когда можно обойтись недалекими резервистами?